Бас. Самый меткий телохранитель Украины. В Донецке прошли соревнования среди стрелков государственной охраны. У кого не дрогнула рука, видела Людмила Барток. Соревнование госохраны по стрельбе открывает показательное выступление Титана. Спецназовцы так рьяно защищали вип-персону, что во время разворота машины разорвало покрышку. В Донецке собрались лучшие стрелки со всей страны. Опытные бойцы госохраны перед началом соревнований заметно волнуются. У них есть 10 выстрелов с 25 метров. Победит тот, кто выбит максимальное количество очков. Киевлянин Владимир так и не смог на огневом рубеже справиться с волнением. Мандраж, мандраж, обязательно мандраж. Поэтому ничего, это спорт. Нервный тип и настроение немножко подвело. Но я думаю, на следующий раз у меня намного лучше появится шанс. И я намного точнее буду стрелять. Полтавчанин Сергей Крестов, напротив, остался доволен собой. Говорит, много тренировался. Я вижу, что из этих восьми у меня лучший результат. А дальше посмотрим, там есть более серьезные соперники. Подготовка главное. Главное готовиться все время. Секрет успеха у победителя прошлогодних соревнований – мир в семье. Владимир и в этот раз приехал за победой. Людина должна быть на ты с оружием, в первую очередь профессионалом своей справы. Ну и, в конце концов, мать – тил. Хороший тил за спиной. Стрельба – это лишь малая доля подготовки тилохранителей, напоминают эксперты охранного дела. Хороший стрелок – это еще не значит, что он хороший охранник. В принципе, мы стараемся людей учить таким образом, чтобы они применяли огнестрельное оружие в самых крайних случаях. А самыми меткими по итогам соревнований оказались стрелки Западной Украины. Победу разделили охранники из Львова и Ровно. Людмила Барток, Дмитрий Кочергин, Владимир Пельгук, Телеканал Донбасс.